Воскресенье, 7 января. В материалах корреспондентов подробностей. Я Александр Простянек. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Калятки, вертепы и богослужения. Как Украина встречала Рождество от западной границы до передовой на востоке. Жертва протестов. В Иране арестован экс-президент Махмуд Ахмадин-Ижад. За что? Свежая кровь. Британский премьер готовит ротацию правительства. Кого заменит и как это повлияет на Брексит? Страсти по биткоину. В Японии бум криптовалют. Заменят ли они обычные деньги? Рождество отмечают христиане восточного обряда. В церквях сегодня проводили праздничное богослужение. Литургию Киево-Печерской лавре возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский, все Украины, Ануфрий. Прихожане вместе со священнослужителями молились о мире в Украине. Традиционно Рождество украинцы отмечают в кругу семьи за праздничным столом. Сегодня закончился строгий 40-дневный пост и начались святки. Их отмечают почти 12 дней и сопровождают народными гуляниями в честь рождения Иисуса Христа. Во время святок поют колядки и желают всех благ на будущий год. Во Львове Рождество отметили фестивалем с песнями и танцами от османских воинов и белорусской шляхты. Были и традиционные украинские вертепы. На львовской ярмарке побывала и наш корреспондент Галина Якушко. Дородный воин блещет доспехами. На голове высокий конический шлем, на губах улыбка. Под стать ему и другие воины в бархатных одеяниях. Это войско времен Османской империи. Во Львов приехали из Турции, но не сражаться, а исполнять национальные песни и демонстрировать боевые танцы. Когда наша армия шла на войну во времена Османской империи, впереди был музыкальный полк. Воины пели и придавали мужество всей армии. Их одежда специально такой расцветки, чтобы было заметно в пасмурную погоду. А это костюмы нашей пинской шляхты. Белая жемчужина и голубая корона, расшитая серебряными нитями. Это настоящие белорусские невесты 16 века. Они переехали из города Пинск. Говорят, в их краях всегда жили богато. Проходили пути из Варяга-Греки, проходил через наш город. Поэтому город богатый, богатые костюмы такие. Праздничная одежда, богатых горжанцев. 25 километров от границы с Украиной бываем. Михайловце. Словакия. За сценой повторяют слова народных песен участники коллектива из Словакии. Среди них и наша землячка, украинка Валерия. За границу уехала сразу после школы, теперь поет в словацком коллективе. Выехала на навчание, там и залишилась на постоянном месте проживания. Но, конечно, сколько художественных, мистецких прагнений есть. Там мы почали спевать в нашем ансамбле. Есть у нас и украинский, и поздний, и словацкий. Белорусы, поляки, турки и словаки приехали во Львов на рождественский фестиваль. Себя показать, на других посмотреть. На сцене гостям торжественно вручают символ украинского рождества. Дедух. Сноп, собранный из колосков пшеницы. Одну соломинку зламати може навіть маленькая дитина, а разом сплетений у велике колосся, у міцну, дружню, снібкову родину дедух незламный, как и мы, украинцы. Ну что ж, вітаємо наших гостей. Тепер вони мають українські обереги. Ми запрошуємо іноземні колективи, які теж представляють свою різвяну програму своєї країни. Ми вважаємо, що це добрий такий меседж для всього світу про те, що найкраще святкує різво в Україні, а саме у Львові. Віступал на сцене і традиційний український вертеп, царь-ангелы, ірат і чорт. Желали всім добра і мирного небу над головою. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробності, телеканал Інтер-Львов. Вони приносять радість тем, хто живе на границі з зоною АТО. Олени Святого Николая исполняють новогодні детські мечти в Счастье, Петропавловському, Трехизбинке, по всей линии разграничения. Волонтеры уже второй год собирають детські письма, іщут дарителей, а потім розвозят подарки. Подробні в следующем матеріале. Свою акцію волонтеры затеяли, щоб подарити детям із прифронтових районів настоящий праздник. В своем небольшом офісі надевають олень-єрошки і починають розпаковувати письма. Іх цілі пачки. Ось такий конверт дивиться. Святому Макола, відкучню в Тройську, ЗОЖ. Євгения говорить, діти просять самых простых вещей. Незатейливих игрушек, сладостей і мира. Дорогий святой Николай, мене звати Дима Соломарин, мене 11 років. Я переселений з Азовгеїв. Хочу попросити у тебя мира. Может, ты сможеш це зробити. А ще я хочу себе больші наушники з микрофоном для компьютера. Каждає письмо читають, потім оцифровують і викладують на странички оленьей в Фейсбуці. Люди сами выбирають ребенка, якому хотіли би зробити подарок, і присылають організаторам. Те запаковують і відвозять дітям. Заяц? Так, ну, якщо тут тільки заяц, то ми обичайно докладываем щось із наших волшебних запахів. Вот эта гора подарков ждет своей отправки. Все це – збувшіся детські мечти. Боби-борни, больші машинки, медведи больші і маленькі, діма для кукол. В щасті, багато дівочці позаказували одежки, платьице, костюм Ельзы. І наша рукодельниця акцентра сшила своїми руками два костюма. Волонтер Антон Дудник сам переселенец із Луганська. Подарки детям развозит, як святой Николай. Хо-хо-хо! Здраствуйте, ребятки! Волонтер говорит, ні дети, ні взрослые до последней минуты не верят, що їх письма действительно кто-то читає. А еще більше не верят, що получат желанный подарок. Я обнимаю кожного ребенка, даю подарок, вони все дрожат. Тому, коли з пакета достаєш подарок, я думаю, що там все, емоції перехлюстують, просто сумасшедші. В прошлом году волонтери отвезли в прифронтові села почти 2000 подарок. В этом писем ще більше. Подарити радість детям може кожен, хто зайдет на страничку «Олени святого Николая» в фейсбуці. Время ще є. Єздити по прифронтовим селам волонтери будуть до 15 января. Андрій Кровец, Светлана Шикера, Александр Яновський. Подробності телеканал «Интер Харьков». Один український боец ранен в сочельник на Донбассі. Боевики в минувшие сутки нарушали перемирие в районе Троїцького, станиці Луганська і Новолуганського. А вот сегодня по состоянию на 18.00 ни єдиного обстріла. Так що українські армійці нашли время для настоящого Рождества. Хоть і в боєвых условіях, але з калятками і вертепом. Геннадий Вивденко расскажет подробності. На передові ми будемо колядувати вже в військовій формі, бо там так треба по бойовій обстановці. Зірку ми візьмемо, її бронежилет не треба одягати. На передові сьогодні і царі, і вбогі пастирі. Група солдат і офіцерів із шести чоловік одевають бронежилет, ідуть на передовую. Це група армійського вертепа, все як положено. Три царя, два пастуха і один ангел. Ось так поздравляють своїх боєвих побратимів здесь на передовій. На рождественській Вифлеємській звізде волонтерський флаг с пожеланнями воїнов, которая сейчас находится в тылу. Текст старинной рождественської пісні немного подправлен, согласно ситуации на фронте. Войны-бригады хотят принести друг другу семейное тепло на передовую. На второй линії обороны калядники уже могут быть без брони. Ми сильна нація, ми доказуємо ту світу не лише фізично, але й духовно мусимо доказати, що віра в нас є, з нами Бог і правда, і все рівно ми переможемо. А для того є вертеп. Вифлеємську звізду і корони делали із матеріалу термобар'єр. Їм обычно утепляють бойові укріпління. Тепер пригодився для театрального дійства. Для бліндажів так само, для різних військових приміщень, де необхідне нормальне проживання, щоб не було влогості, було сухо, не сиро. І теплоізоляція така вот. А тепер це різні корони. Корони, ми царі зараз. А ще переклеїм мудреці, які веселу звістку несуть. Для бойців це не тільки перерыв на 10 минут во время бойової служби. Їм хочеться почувствувати дух Рождества, спеть вместе з вертепом калятки. У нас вихідних немає, святковий є, але свято у нас підвищена бойовая готовність постійно. У армейського вертепа ще две позиції. Надо успість до наступления темноты, когда противник може почати вооруженні провокации. Важаю всім українцям меру і добру. Христос ця рождає. Зловімо Його! Геннадий Вивданко, Евгений Пахальчук, Ігор Щепет. Подробності телеканал «Интер» із Луганської області. В городе Гайворон Кировоградської області неизвестны. Повредили пам'ятник воину Второй мировой. Он установлен в сквере Победы возле могил 11 солдат і 43 партизан. Вандалы отбили у скульптуры руку і лавровий венок. Пам'ятник уже осмотрела спеціальна комісія. Чиновники обратились к возможным свидетелям проішествия с просьбою сообщити обо всім, що їм известно в поліцію. І поліція восстановила маршрут Ірины Ноздровської в последні часи жизни. Об'ятом сообщил первый замглави нацполиції Вячеслав Аброськин. С работы правозащитница направилась на станцію метро «Героїв Днепра», а оттуда – в село Демидов, где жила. Однак домой так і не доехала. К расследованию подключили три сотні правоохранителей. Продолжають искать свидетелей. Напомню, поліція рассматривает несколько версій гибели Ноздровської. Наиболее вероятное – убийство связано с профессиональной деятельностью. В МВД сообщили, первые результаты расследования уже есть, но их пока не разглашають. Тайна о следствии. Сразу три припаркованные машины протаранил джип в Одессе. Это произошло поздно вечером на Терраспольской площади. От удара один автомобиль отбросило на столб. Ранена пассажирка джипа, а она в больнице. По словам свидетелей, виновник аварии вёл себя агрессивно и бросался на людей, которые пытались сделать фотографии с места происшествия. При этом в полиции сообщили, что явных признаков алкогольного опьянения у водителя не было. И ещё одна авария произошла в Запорожье. На центральном проспекте столкнулись фура и скорая. Врачи везли пациента в больницу. На перекрёстке грузовик выехал на красный свет, из-за чего автомобили, собственно, и столкнулись. Медики вызвали ещё одну скорую, чтобы всё же госпитализировать больного. Водитель, медсестра, фельдшер и пациент получили травмы. Всех доставили в больницу. Автобусные остановки в Киеве могут передать в частные руки. Об этом сообщает интернет-издание «Наши гроши». Столичная мэрия объявила конкурс на поиск инвесторов для обустройства почти тысячи остановок общественного транспорта. По условиям конкурса их должны отремонтировать, установить павильоны ожидания, информационное табло, урны и киоски по продаже проездных документов. В среднем обустроить одну остановку стоит более 300 тысяч гривен. В Стокгольме взрыв возле метро. Один мужчина скончался от рамбольницы. Ранение получила и женщина, которая находилась рядом. По данным полиции, возле станции Ворвю на окраине города мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Местные СМИ предполагают, что это была ручная граната, но правоохранители ждут заключения экспертов. Версию теракта пока не отбрасывают. Место происшествия оцеплено. Специалисты ищут взрывоопасные предметы. Президент США готов вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ином. Соединенные Штаты помогут снять напряженность в отношениях Северной и Южной Кореи, заявил Дональд Трамп. По его мнению, телефонные переговоры могут стать основой для возможного дипломатического прорыва. При этом Трамп отметил, если бы не его личное участие, диалога между Пхеньяном и Сеулом до сих пор бы не было. А вот американские разведчики признали, недооценили товарища Кима. Об этом написало издание New York Times. Еще в начале президентства Трампа были уверены, северокорейские ракеты не могут угрожать Соединенным Штатам как минимум до 2020 года. Это заблуждение в Белом доме назвали одним из самых значительных провалов разведслужб. Ведь эксперты подтверждают, ракеты КНДР уже могут долететь до западного побережья США. В сентябре в Северной Корее впервые успешно испытали водородную бомбу, а за последний год провели многочисленные запуски баллистических ракет. Иранские власти нашли крайнего. За подстрекательство к недавним протестам задержали бывшего президента страны Махмуда Ахмадин-Ижада. Местные СМИ сообщают, что он под домашним арестом, но официальные источники пока не подтвердили эту информацию. В конце прошлого года Ахмадин-Ижад раскритиковал нынешнюю власть на одном из митингов. Именно это якобы и послужило поводом для ареста. Махмуд Ахмадин-Ижад руководил страной два срока, с 2005 по 2013 годы. До этого он был мэром Тегерана. Политический кризис в Великобритании. Премьер Тереземей уже завтра готовится объявить о серьезных перестановках в правительстве. Чего ждать и как это повлияет на переговоры о Брексите, расскажет Алексей Пшимыский. О необходимости серьезных кадровых изменений в британском правительстве заговорили еще в прошлом месяце, после скандальной отставки близкого соратника Мэй, госсекретаря Демиана Грина. Его обвинили в хранении на рабочем компьютере порнографических материалов крайне жесткого характера. Политик сначала назвал это клеветой, однако потом сознался во лжи следователям. Спустя месяц в интервью BBC кадровые перестановки наконец-то подтвердила Тереза Мэй. Не секрет, что отставка Демиана Грина перед Рождеством означает, в правительстве будут перестановки. И вскоре я объявлю об этом. Не исключено, что свое кресло теперь может потерять и британский министр по вопросам Брексита Дэвид Дэвис, которого неоднократно обвиняли в затягивании переговоров с ЕС. А сумма чека за развод, который будет стоить Британии почти 50 миллиардов долларов, и вовсе вызвала в стране шквал критики. Это кресло может достаться одиозному Борису Джонсону, сейчас министру иностранных дел, известному своими очень эксцентричными выходками. Так, в октябре, призывая британских бизнесменов инвестировать в Ливию, он заявил, что это страна с отличной природой и белоснежными пляжами, с которых только нужно убрать трупы. А Хилари Клинтон, когда набаллотировалась президентом США, он назвал медсестрой-садисткой всех лечебниц. Укрепит ли такое назначение британские позиции в переговорах по Брекзиту, сказать трудно. Тем временем в стране растут опасения по поводу того, как выход из ЕС скажется на экономике страны. Эксперты уже подсчитали, что британские экспортеры могут потерять миллиарды фунтов. Например, производители виски заявили, что их бизнес может и вовсе остановиться. Многие фирмы переносят офисы в Европу. А сегодня стало известно, что за прошлый год срану покинули более 2000 европейских профессоров. Впрочем, в правительстве настроено решительно. Из Лондона Алексей Пшимыски, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Индер. Ну а немецкие политики снова пытаются сформировать правящую коалицию. Сегодня состоялся очередной раунд так называемых зондирующих переговоров. Они предшествуют коалиционным. Христианские демократы и эздеки планируют встречаться каждый день, чтобы в течение недели завершить зондирование и приступить непосредственно к коалиционным переговорам. Если они будут успешными, то новое правительство в Германии появится ближе к весне. Если не договорятся, страну ждут досрочные парламентские выборы. Мы начинаем эти переговоры с целью сформировать стабильное правительство, потому что перед нами стоят очень серьезные задачи. И это касается как внешнеполитических, так и внутренних вызовов. Мы настроены на конструктивные и эффективные переговоры. Мы не устанавливаем никаких рамок и границ, но хотим реализовать как можно больше принципов социал-демократии в этой стране. Но даже несмотря на проблемы с формированием правительства, в Германии экономический бум. Там практически нет безработицы. По последним официальным данным, нетрудоустроены всего 5% населения. Столь высокой занятости в стране не фиксировали уже лет 10. Но в связи с небывалым экономическим ростом теперь возникла другая проблема. Не хватает квалифицированных кадров. В Германии даже подумывают привлекать специалистов из государств, которые не входят в Евросоюз. Супермаркеты в Венесуэле охраняют военные. Настолько накалилась ситуация в стране. За последние несколько дней на юге страны разграбили два десятка магазинов. Два человека погибли в перестрелке с полицейскими. Полсотни участников беспорядков задержаны. Людей толкают на преступление нехватка продуктов и денег. Из-за рекордной инфляции и внешних санкций многие оказались на грани выживания. А японцы помешались на биткоине. Криптовалюту покупают все, в то время как от реальных денег постепенно отказываются. Откуда такая популярность биткоина и почему именно в Японии? Об этом далее. Мисс Биткоин, так называют теперь Майи Фудзимота. Девушка создала платформу для инвестиций в криптовалюту. А в соцсетях рассказывает о преимуществах криптовалюты и технологии блокчейн. Всю свою прибыль я перевожу в биткоины вместо того, чтобы хранить сбережения в банке. Занимаюсь этим уже несколько лет. И Майи в своем увлечении не одинока. В Японии настоящий бум так называемой крипты. После того, как я изучила тенденции на рынке криптовалют, оказалось, что это интереснее, чем вкладывать в акции. Поэтому я перешла на криптовалюту. Я, можно сказать, на крючке. Даже когда спать ложусь, проверяю курсы. Жить не могу без этого. В декабре треть всех биткоинов в мире обменивались на японские иены. Почему такой ажиотаж именно в стране восходящего солнца? Объясняет мисс Биткоин. Думаю, что легализация биткоина вызвала такую популярность. У нас обменный курс более-менее стабильный. И торговцы валютой все больше продают именно биткоинов. Не случайно о мифическом создателе этой валюты, Сатосе Накамото, ничего не известно. В то время как Китай и Южная Корея криптовалюту запрещали, японское правительство не создавало никаких ограничений. Сейчас с помощью крипты можно рассчитаться в крупнейших торговых сетях и супермаркетах. Некоторые фирмы пообещали платить сотрудникам зарплату в биткоинах по желанию. В правительстве говорят, это важно для прозрачной экономики. Ведь при расчетах криптовалюта и махинации проводить невозможно. В Украине же использовать биткоин и другие криптовалюты не запретили, но и деньгами их не признали. В то же время расплатиться биткоинами в кафе вполне законно уже можно в нескольких десятках стран. В США, Эстонии, Дании, Швеции и даже в Белоруссии. Анна Филь, телеканал Интер. Сотни машин застряли в пригороде Мадрида из-за непогоды. Около 4000 человек оказались ночью в ловушке из-за снега и обледенения на дорогах. Испанцы как раз массово возвращались после праздника в столицу. Водителям пришлось ждать помощи несколько часов на магистрале, пока дорожные службы не расчистили снег. К спасательной операции присоединились военные со спецтехникой и работники Красного Креста, которые раздавали людям одеяло, продукты и горячие напитки. Как отметили Рождество в городе, где родился Иисус, в честь чего в Китае строят ледяное королевство, и какая судьба ждет после праздников самую лысую елку в Европе. Об этом и не только в нашем обзоре. Тысячи паломников прибыли в Вифлеем на рождественскую службу. Именно в этом древнем городе, согласно преданию, на свет появился спаситель Иисус Христос. К верующим присоединился и глава Палестины Махмуд Аббас. Мессу в Церкви Рождества Христова отслужил патриарх иерусалимский Феофил Третий. Накануне палестинские христиане протестовали против его приезда в Вифлеем. Их возмутила новость, что греческая церковь якобы собирается продать часть земли еврейской общине. Королевство из льда появилось в китайском городе Харбин. Там стартовал ежегодный конкурс ледных скульптур. Соревнуются 60 участников из 14 стран. Среди них и профессионалы, даже преподаватели такого мастерства из университетов и любители. Материал берут из реки неподалеку и с помощью бензопил и молотков создают невероятное творение. Времени у скульпторов до понедельника. Тогда жюри будет выбирать лучшего. Гигантские маски и повозки, яркие костюмы, песни и танцы. В колумбийском городе паста начался один из самых знаменитых праздников – карнавал черных и белых. Он длится несколько дней. Вначале устраивают парады и шествия. Затем день черных, когда все гримируют лица до неузнаваемости. В следующий день разукрашиваться нужно уже белой краской, а надевать самые красочные костюмы. Такой обычай символизирует расовое равенство. На карнавал приезжают тысячи туристов, а ЮНЕСКО признало его объектом всемирного нематериального наследия. Лысую елку Виталий могут выставить в музее. Главный новогодний символ страны вызвал волну на смешек из-за неприглядного вида. Итальянцы как только не называли ее – и облезлая, и обсыпанная. Хотя ель привезли из далекой Норвегии, и столичному бюджету она обошлась в 48 тысяч евро. Жители Рима разошлись во мнениях относительно необычной елки. Кто-то резко критиковал, а кто-то даже создал для нее страницу в соцсети. И сейчас пользователи активно обсуждают, куда деть елку после праздников. Выставить в музей, переработать на тысячи карандашей для школьников, или же сделать из нее деревянный домик. Осторожно, живая еда. В Китае жареная рыба неожиданно жила на подносе. В провинции Хунань гостям на одном из праздничных мероприятий удалось заснять на видео, как приготовленная во фритюре рыба начала двигаться. Ролик выложили в интернет, и теперь пользователи гадают, как такое вообще возможно. Версии разные. Есть предположение, что рыбу неправильно выпотрошили и не дожарили. Однако некоторые специалисты считают, что клетки организма способны реагировать даже несмотря на тепловую обработку. Более полутора миллионов детей в Украине в прошлом году смогли получить путевки за счет государства. Однако это лишь 40% числа маленьких украинцев. Если еще более-менее обеспеченные родители могут позволить купить ребенку путевку за свой счет, то детям из малоимущих семей часто приходится сидеть дома. О выздоровлении украинцев заботятся волонтеры и благотворительные фонды. В одном из таких детских лагерей, который устраивает фонд возрождения, побывала наша съемочная группа. Музыка, вокал, танцы, десятки мастер-классов и занятия спортом на свежем воздухе. Для более чем 400 детей, отдыхающих в этом лагере на берегу Киевского моря, программа расписана поминутно. Давай, как всегда, работаем. Утречка настала. Каждый день здесь начинают с музыкальной зарядки. Затем сразу же обучение танцам. Яна ведет у детей хореографию, ездит сюда на каждую смену. Программа очень насыщена. Отбываются разные мастер-классы, общение с ними. У нас классно подобрены трудовые кадры, люди, которые работают с ними. Так себе, наставники, вчители. И это не просто профессионалы. Это люди своей справы, это люди, которые вкладывают в каждого, отпочивающего частинку себе. После зарядки уборка в комнатах и подготовка к занятиям. Вероника ездит сюда уже не первый год. У нас есть четыре мастер-класса. Там хендмей, танцы, вокал и макияж. Мне очень нравятся танцы. И я хожу туда, там есть движение из хип-хопа. Говорит, если бы не лагерь возрождения, на этих каникулах сидела бы дома. Купить дорогостоящую путевку у ее родных нет возможности. У меня тоже воспитывают мама и бабушка, у меня папы нет. И получается, тоже у родителей нет возможности оплатить в лагере. И поэтому я очень благодарна Владимиру Мунтяну за то, что он оплачивает такие мероприятия, что он приглашает сюда молодежь, детей. И, ну, в общем, спасибо ему большое. Каждый день в лагере проходят десятки мастер-классов. От хендмейда до обучения вокалу и игре на музыкальных инструментах. И Илья учится играть на барабанах. У нас всегда тут весело. Тут всегда хорошая атмосфера. Тут приезжаешь в первый раз, тебя принимают всегда как своего. У нас недавно прошел вечер талантов. Было очень круто. Разные были песни, танцевали. Были необычные конкурсы тоже. Вот скоро будет вечер смеха. Лагерь работает и зимой, и летом. В прошлом году здесь отдохнули 1600 детей. Каждый сезон мы проводим вот такие детские, подростковые, молодежные лагеря. Очень много желающих попасть на этот лагерь. Во-первых, потому что здесь особая атмосфера в этом лагере. Во-вторых, то, что здесь четырехразовое питание. То, что здесь есть вот для ребят подготовлена программа, которая захватывает все, ну скажем так, все потребности, которые вот есть у ребят. То есть здесь они развиваются и физически, здесь они и духовно наставляются. Лагерь своими силами организовал фонд возрождения Владимира Мунтяна. Выкупили пятиэтажное здание, сделали ремонт, организовали студии, спальные комнаты и полностью обустроили кухню. Практически уже третий год мы делаем это постоянно, на постоянной основе. Делаем это для молодежи, для подростков совершенно бесплатно. То есть мы сами влаживаем в это деньги, чтобы их кормить, чтобы там о них заботиться. И детки приезжают отовсюду, приезжают из-за границы, приезжают с бывших стран СНГ. Ну, везде, где мы движемся, где мы работаем, дети, подростки, молодежь, они приезжают. И, конечно же, это время для них просто потрясающее. Неделя бывает, бывает 10 дней. А здоровиться здесь может каждый, не только дети из Украины, говорит Виктория. В прошлом году здесь также побывали дети из Канады, Казахстана и Европы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Как развиваются события, вы всегда можете узнать на сайте подробностей. Завтра в 20.00 ожидайте свежих подробностей от Натальи Белышевой. А у меня все. Приятного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова